О том, что действия российской авиагруппировки в Сирии вынуждают террористов искать новые маршруты контрабанды нефти в Турцию, заявили сегодня в Генштабе. Подконтрольный ИГИЛ нефтебаза уже больше месяца одна из главных целей для наших военных летчиков. И, как отметили на брифинге представителей Минобороны, благодаря точным ударам боевики уже лишились значительной части доходов от нелегальной торговли сырьем. И сегодня же появились новые данные об успехах наземной операции, которую при поддержке с воздуха ведут сирийские войска. Сергей Зенин с подробностями. Эффективные действия в воздухе подкрепляются успехами на земле. Сирийская армия при поддержке российских ВКС освободила за эту неделю пять населенных пунктов в одной только провинции Алеппо. Так только за вчерашний день было нанесено 189 ударов по объектам банформирований. Из них 142 плановых, остальные по вновь выявленным из положения дежурства на аэродроме и в воздухе. В условиях динамично меняющейся обстановки, выполнение боевых задач из положения дежурства имеют наибольшую результативность, поскольку не позволяет террористам выходить из-под ударов. Месяц назад ВКС России помогли сирийцам снять блокаду с одного из военных аэродромов, а на этой неделе правительственные силы при поддержке с воздуха откинули террористов еще дальше от этого стратегически важного объекта. Организована бесперебойная доставка боеприпасов войскам, воюющим на севере страны. Наступление развивается и в юго-западном направлении. Армия движется на Идлиб. Террористов теснят и в провинции Латакия, а в пригороде Дамаска правительственные силы сжимают бандитов в кольцо. Параллельно с уничтожением основной инфраструктуры и вооружений террористов, российские ВКС продолжают наносить удары по местам незаконной добычи и переработки нефти. За почти неделю уничтожено 37 объектов. Стараясь как можно реже попадать в прицелы российских бомбардировщиков, бензовозы террористов меняют маршруты, прокладывают новые пути контрабанды сырой нефти. Неизменным остается одно – направление трафика. Колонны наливников следуют кратчайшим путем к сирийско-иракской границе, которую пересекает в районе населенного пункта Тельсфук. Однако, несмотря на значительный крюк, конечной точкой контрабандного маршрута по-прежнему остается Турция. На турецкую территорию нефть попадает через несколько пропускных пунктов. Картина с российского спутника. С обеих сторон турецко-иракской границы почти 12 тысяч бензовозов и фур. В квадрате А на турецкой стороне находятся 3850 бензовозов и больше грузных автомобилей. 200 из них движутся в направлении иракской границы. Остальные сосредоточены на стоянках. В квадрате Б, в непосредственной близости от границы, отмечается 1660 бензовозов и фур. Из них на иракской территории 980 автомобилей, 680 на территории Турции. В квадрате В сосредоточены на 4905 бензовозов. В квадрате Г 1360 автомашин, ожидающих пересечения границы. Старые, скомпрометированные маршруты террористы используют только в ночное время, опасаясь атаки с воздуха. Передвижение небольшими колоннами. Автоцистерны маскируют под обычные грузовики. Теперь, как видно на представленном снимке, под загрузкой находится ограниченное число автоцистерн. Остальные рассредоточены и подходят мелкими партиями. Разведка установила увеличение числа бензовозов и фур в районе турецкого порта Дертьйол. По данным наших военных, в порту имеются специализированные причалы для танкеров. Надо понимать, идет прямое разграбление Сирии. А прибыль от контрабанды любой продукции поступает на содержание ИГИЛ. И любая страна, участвующая в этом нелегальном бизнесе, является пособником международного терроризма. Надеемся, что представители международной коалиции учтут имеющуюся у нас информацию и примут меры по уничтожению объектов террористов. Мы готовы представить нашим партнерам координаты объектов ИГИЛ и ждем от них взаимной информации по инфраструктуре террористических организаций. Со своей стороны мы гарантируем, что российская авиация продолжит наносить удары по террористам. Сегодня были озвучены предварительные итоги уходящего года. 5240 вылетов. Цифры не окончательные. Впереди еще несколько суток боевых дежурств. Сергей Зенин, Светлана Трофимова, Первый канал.